МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 250 спортсменов собрались на базе Югспорта в Сочи. Город принял чемпионаты первенства Краснодарского края по Тхэквондо и ТФ. В Сочи приехали спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Тимрюка, Армавира, Курганинска, а также из Абширонского, Староминского и Абинского районов Кубани. За медали турнира боролись и спортсмены из Абхазии. Большую команду выставил город Сочи. Сегодня в Сочи проходят чемпионаты первенства Краснодарского края по Тхэквондо. Проводим мы его традиционно у наших старших товарищей на территории Югспорт, на территории Минспорта России, за что им огромное спасибо. Один из лучших в Европе комплексов. Больше 200 участников сегодня к нам приехали со всего Краснодарского края, проходят отборочный турнир. Сильнейшие пойдут дальше и будут представлять уже наш Краснодарский край на более значимых мероприятиях спортивных. Хочу сказать, что в Сочи уже более 700 ребят занимаются этим видом спорта. И у нас достаточно высокие результаты. Мы рассчитываем на то, что здесь на соревнованиях мы также себя проявим. И я уверен, что точно в числе призеров сочинские ребята будут выступать. Хочу сказать, что и Федерация Тхэквондо в городе Сочи очень активно работает. Поэтому благодаря усилиям всех, кто заинтересован в развитии этого вида спорта, у нас очень хорошие результаты мы показываем. Это индивидуальный вид спорта. И здесь очень высокая конкуренция. Получается, из 200 человек далеко не все смогут представлять уже Краснодарский край. Но сам вид спорта Тхэквондо – это не только спорт, это не только сила, это философия. Очень многому тренера учат. Хочу отметить очень высокий профессионализм сочинских тренеров. У всех у них очень высокий дан. Поэтому у нас на сегодняшний день в городе Сочи все условия созданы для того, чтобы наши ребята завоевывали самые высокие награды. ПОДПИШИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тхэквондо ИТФ, в отличие от ВТФ, вид спорта не олимпийский, но поклонников у этого единоборства в Краснодарском крае ничуть не меньше. Счастье! Казалки! 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 Докмандо возникло в 1955 году на Корейском полуострове. В силу политических моментов определенных сформировались две федерации. Всемирная федерация Токмандо, сейчас называется Токмандо ВТ, олимпийское направление, и наша. Соответственно, опять же, принципиальная разница в правилах соревнований. Название одно, правила соревнований принципиально разные. Наш вид, он необычен чем? Имеет многоборческую направленность. Девять соревновательных дисциплин, четыре личных, четыре командных и один раздел постановочной поединки самозащиты. Что позволяет в принципе любому человеку найти себя здесь. Кто-то в силу определенного склада ума, склада психики, физического развития считает себя не готовым выступать именно в соревновательных поединках. Он может выступать в комплексах формальных упражнений, завоевывать спортивные разряды, звания и так далее. Кто-то специальная техника, кто-то разбивание предметов и так далее. Время «Джек» Время «Джек» Дальше выход. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Домой Ника увезет золотую медаль краевого турнира. А за счет чего тебе удалось, как ты думаешь, победить сейчас? Ну, она несколько ударов пропустила и не держала руки. А ты когда вот шла на краевые соревнования, надеялась на такой высокий результат? Да. Я всегда уверена в себе и никогда не сдаюсь. Кому сейчас первому позвонишь, расскажешь о медали? Моей маме. Она очень ждала победу и она никогда не расстраивается, когда я проигрываю. То есть тебя поддерживает всегда? Да. Вся моя семья меня поддерживает всегда, она уверена во мне. Продолжение следует... Второй вид программы чемпионата Краснодарского края – это формальный комплекс или туль. Это имитация поединка с несколькими соперниками. Задача спортсмена – показать комплекс атакующих и защитных действий в определенной последовательности. Этот вид программы называется тули. Я занимался этим видом уже 8 лет. Я, конечно, чаще работал над этим видом, а потом приходил больше на спарринги. Здесь мы выполняем движения для того, чтобы защищаться, например, на улице, там подходят какие-то люди, и чтобы защищаться блоками отбиваться. А в чем сложность этого вида программы, и в чем интерес для тебя? Почему интересен тебе этот вид? Ну, сложен он. То, что там надо правильная постановка движения. Если, например, неправильная стойка, то это уже минус балл. Если ты забываешь движение, то ты уже просто автоматически проигрываешь. А увлекаюсь я тем, что мне нравится делать такие вот движения. Это, ну, как мне кажется, это красиво выглядит, сестра ночью. Формальный комплекс оценивает целая бригада судей сразу по нескольким критериям. Он у нас оценивается по пяти критериям. Это техническое содержание, которое включает правильность выполнения, порядок действий. Далее разбивается на критерии, как контроль дыхания, как баланс, сила и ритм. То есть все это входит в систему оценки. И каждый судья при выполнении все это у себя суммирует, оценивает, после чего результат объявляется флажками. То есть красный сад. Мы судейскую коллегию готовим именно на эти соревнования. Отдельно проходят судейские семинары, учебно-тренировочные. То есть едут все подготовлены. Выход, когда она летит на тебя, уйди на боковом смещении, уйди в сторону, провал, доставай ручкой, ручкой доставай жестче, выход. На срывах она пойдет, по ковое смещение нет. Сама, опористик. На опористик, на опористик. Еще, пошла. Хорошо. Хорошо, хорошо. Мерю, мерю, твик. Давай, долю, выход. Китай, работай, концовку. Дружок, твик, твик. Твик, попробуй. Раз, еще раз. Рука в прыжке. Рука в прыжке. Ну. Еще раз. Еще раз, ю. Твик, твик, вверху. Дружок. Дружок. Нет, рука, боковое смещение, нет. Да не хватай, твик, нет. Еще прыжок. Еще, срыв, срыв. Рот, как твик, отставай. Срыв. Срыв. Сну. Давай, долю сюда. Саша, работай. Танцовка. Еще. Еще кидай, левая. Правила нашего вида спорта, особенно соревновательных поединков, ну, в двух словах не скажешь. Не сказать, что они очень сложные, но есть определенная шкала оценки технических действий, которая требует специальных компетенций судьи. Вот судейская коллегия этого турнира, а турнир является отборочным на чемпионат России, который состоится в феврале этого года здесь же, в городе Сочи. И поэтому мы специально посвятили один день специальному судейскому курсу, где готовили судей, ну, готовили, понятное дело, не новичков, это те уже, кто имеет определенный опыт. Ну, вот около 50 судей, они сейчас здесь присутствуют. Мы напомнили, вместе с ними вспомнили все правила, обсудили особенности принятия судейских решений, мало знать правил, надо уметь еще определять это. А вот те молодые ребята, которых здесь можно увидеть, это те, которые делают первые шаги в судействе. Но без этого невозможно. Должна быть преемственность. Нам удалось все-таки сформировать ту судейскую коллегию, которая максимально объективно подходит к определению победителей. Это самое главное в спорте, чтобы была справедливость, по крайней мере, в соревновательных выступлениях. Обидно, когда спортсмен проиграет, ну, скажем так, из-за какой-то судейской ошибки. Слава Богу, у нас, по крайней мере, в первой половине дня их не было. Надеюсь, нам удастся этот уровень выдержать и до конца этих соревнований. Поньше. Поймите. Пppedом. П Endusiärный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве судей на турнире выступали и сами спортсмены. Благодаря судейской практике тхэквондисты в том числе повышают уровень своего мастерства. На сравнении под тхэквондой ИТФ существует электронная система. Ее используют в спаррингах. И у нас есть вот такие пультики. Это красный и синий. Ну, соответственно, есть в красном углу и синем углу соперники. Это участники соревнований. Мы смотрим на их действия, как они ударят в голову или в живот. Это зависит от количества баллов. Если соперник ударил в голову, а его соперник в живот, мы уже меряем по очкам, кто больше получил. Выявляем победителя. То есть вы нажимаете просто кнопки, потом система автоматически... Да, система автоматически ставит баллы, время показывает, все делает. Вам вообще интересно, вы же спортсмен, да, вам вообще интересна тема судейства? Ну, конечно. Помимо того, что я участвую, надо знать правила. Если я не буду знать, то я, соответственно, плохо буду участвовать. Из-за этого, ну, довольно интересно. То есть вы, получается, благодаря судейству повышаете уровень своего спортивного еще мастерства, да? Так как смотрим на других участников более точно и детально, и мы получаем тоже от этого опыт. Да, помогает. Перед судейством нам объясняют новые правила, новый регламент, новые положения. И в соревнованиях мы их можем использовать на практиках. Расскажите, что самое сложное в судействе? Когда выходят два бойца, с которыми ты очень хорошо знаком. И не можешь их правильно рассудить. Что вот в такой ситуации самое главное? Не знаю, там, забыть о том, что они ваши друзья. Ну, как вы уже сказали, забыть и справедливо все оценивать. Но это самое сложное. Получается? Да. Сам жестче, жестче. Да, 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 говорю, жестче. 4-1, красный. Поменяй стойку, сбей ногу. Хорошо, умница, вот так пожестче. Вот так пожестче. Еще раз, так же, так же, так же, так же. Меняй стойку, сбивай ногу. 3. Ближе, ближе, говорю. Рука, рука. Хорошо. На чемпионате Краснодарского края под Хэквондо спортсмены боролись не только за медали, но и за право представлять свой регион на более крупных стартах. Боковые судьбы, просьба, подойти к столику судейства. Конечно, переживаю, потому что ученики, которые мы подготавливали, это лучшие приезжают с края, потому что здесь выиграть край, это получается стать лучшим в крае. Поэтому я очень сильно переживаю. Скажите, на фоне других ребят ваши смотрятся выигрышно, хорошо, плохо? В зависимости от ситуации, потому что они нервничают. Для некоторых это первые старты, то есть именно такого уровня соревнования. Есть, конечно, опытные ребята, которые вообще не нервничают, выходят и выигрывают. Андрюша, отжимай ногой и переводи руку. Когда ты ближе будешь сам к нему, понятно? Ножкой поджимайся поближе, понял? И переводи на руку, только смотри на юбчаги. Он оттягивает, на юбчаги не попадись, понятно? Давай, иди в руку. Середняя, правая, выше. Хорошо, еще втыкай, еще. Давай, давай, Андрюша, поджимай, надо забрать бал. Внимательно, внимательно, поджимайся, поджимайся, Андрей. Выше ногу. Не вались вперед. Андрей, давай, начинай, Андрей. Наращивай. Приготовились на дуле. Поднимай ногу, Андрей. А сейчас ногу разобраться. Ну, еще. Андрей, ты тянешь время, ты не выигрывай. Вот, сначала. Еще. Работай, ну. Время третья площадка. Ну, достаточно неплохой уровень подготовки, но, конечно, есть провалы. Нет такого, чтобы не было ошибок. Есть над чем работать всегда. Не бывает идеально. Даже когда, на взгляд спортсмена, он очень хорошо дерется, все равно есть над чем работать всегда. Независимо от результата, от показателей. Как вообще готовились к чемпионату? Насколько для вашей команды это серьезный старт сегодня? Ну, это отбор на первенство России. С 11-13 лет уже идет отбор. Ну, к сожалению, не могу сказать, что конкретно мои спортсмены удачно выступили. Но это о чем говорит? Нужно работать, дальше продолжать, увеличивать темп работы и так далее. Будем работать. Где основные просчеты там? Психологические, технические они уступали в чем? Знаете, это каждому ребенку индивидуальные провалы. Где-то у кого-то, ну, психологический подсел, кто-то физически, функционально не дотянул. То есть разные моменты. Так, в общем, не сказать. У каждого свое. Чемпионат России пройдет в Сочи уже в феврале. Но что касается итогов краевого турнира, в первенстве Краснодарского края первое место в общекомандном зачете заняла сборная Новороссийска. Сочи на втором месте замыкает тройку Курганинск. По итогам чемпионата Кубани в зачете команд первое место у Сочи. На втором Новороссийск. Третье место завоевали спортсмены из Краснодара. Редактор субтитров А.Семкин